Если вы хотите научиться кинезиотейпированию, получить готовые рецепты, стандартные аппликации, красивые фотографии, это не к нам. У нас функциональное тейпирование, основанное на знаниях биомеханики и нейрофизиологии. Вы научитесь образу мыслей, как составить свой алгоритм аппликации, чтобы скорректировать движение у любого пациента. Это продолжение рук. Это однозначно помогает, это работает. Да, такое вот чудо. Отлично. Круто. Динамическое или функциональное тейпирование построено на знаниях и понимании биомеханики. Это совершенно другой функциональный подход, то есть он не классический. Это не компирование аппликаций из книг, то есть это не готовые рецепты. Это совершенно другой образ мышления. Можно попробовать еще поработать с косыми мышцами живота, если здесь сделать базу. А здесь, ну примерно на передней верхней позвошной овощи. Вы согласны с этим? Тогда точка закрепления где должна быть? Ах! сделать крест-накрест. Курс очень интересный, потому что он затрагивает не только вопрос степирования, а вообще биомеханики, и в этом смысле он полезен разным специалистам и в разных направлениях, и в неврологии, и в ортопедии, и докторам, которые занимаются патологией детского возраста. Впервые для меня было динамическое наложение тейпа, то есть именно наложение тейпа в движении, не просто в какой-то статике, это очень важно, потому что человек существует и двигается ежедневно. Не просто дается готовое решение, тебя учат думать, анализировать. Это расширит мои возможности как травматолога и кинезиотерапевта. Первый модуль – это знакомство с работой с тейпом, то есть техники наклеивания, но в нашем курсе это еще и новый функциональный образ мышления, то есть как использовать тейпы для человека, который вообще с этим никогда не работал. Отлично. Круто. Просто круто. Вы не забыли об этом, чтобы убрать или отек, который может там быть, и дать возможность, или возможность, чтобы подвигать кожу. Сделайте, пожалуйста, это на себе. Да? Вы тоже. Второй модуль – это изучение анатомии лимфатической системы, и после этого техники работы с отеками, причем очень такие продвинутые техники, то есть которые работают при даже серьезных заболеваниях. И на этой же ступени мы изучаем различные техники работы на мягких тканях, то есть кожи, фасции, мышцах. Один из вариантов, второй – это снижение отечности через дренаж. Дренаж подмышечной области, я просто здесь расположил базу. Хорошо, и ты пошел вверх, они пошли вниз. Правильно все. Третья ступень – это техники более глубокой работы на мышцах, на костях, на суставах, техники стабилизации суставов, то есть все, что служит для коррекции движения. И четвертая ступень – это уже такая комплексная методика, то есть в том числе использование неэластичных тейпов, комбинации эластичных и эластичных тейпов, то есть решение более сложных задач. Чтобы начать работу внутрь, в суставе, нужно понять работу на коже. В конце концов, после этих всех четырех модулов, они знают, как через кожу добраться в сустав. Тейпирование для всех, которые занимаются каким-то движением. Все тренеры спорта, все тренеры в фитнес-клубах, для врачей, для терапевтов, тоже для медсестры. Теперь, в буквальном смысле, мой пациент, с которым я поработала, уходит домой, а я могу сделать так, что как будто бы мои руки пошли с ним к нему домой и продолжили работать на нем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова